Всем привет! На днях один из подписчиков канала в комментариях поднял вопрос о надежности паролей в интернете и генераторе паролей. Совершенно случайно вышло так, что я как раз присматривался к онлайн-сервисам для проверки надежности паролей, так называемым password checkers. Поэтому я и решил сделать обзор на один из таких ресурсов, чтобы показать принципы создания сильных паролей. Мы рассмотрим методы проверки надежности паролей и узнаем какие алгоритмы используют взломщики для получения доступа к вашим аккаунтам. С вами Виталий на канале Комплайнде. Раньше я уже публиковал видео о программе для подбора паролей, но заметил, что многие не понимают саму процедуру взлома и какие пароли можно подобрать. Чтобы узнать какой пароль будет считаться надежным нужно понять какие методы используются для их взлома и сделать все возможное чтобы эти методы не сработали на вас. Для таких целей отлично подходит сервис OWASP PassFault. OWASP это сообщество корпораций, организаций частных лиц со всего мира, разрабатывающих новаторские проекты для обеспечения безопасности пользователей. Состоит из нескольких команд разработчиков, каждый из которых разрабатывает свой проект для защиты данных пользователей в интернете и при использовании программного обеспечения. Одним из таких проектов является PassFault. Итак, начнем. Открываем главную страницу. Ее можно условно поделить на три части. Верхняя часть это ссылки, по которым можно почитать информацию о сервисе и его возможностях. Если хотите узнать еще больше, то под видео оставлю ссылки на дополнительную информацию о ресурсе. В середине экрана расположено поле для ввода паролей и настройки проверки надежности пароля. Это основной рабочий сектор ресурса. Если нажать на надпись SHOW EXAMPLES, то мы увидим примеры сильных и слабых паролей. Это просто подсказка для пользователей. Нажатие на SHOW OPTIONS даст возможность выбрать компьютер-взломщик. От обычного рабочего до суперкомпьютера, для которого будет рассчитываться время взлома вашего пароля. Также здесь можно выбрать используемую технологию защиты и шифрование вашего пароля, чтобы наиболее точно воссоздать алгоритмы защиты сайта, к которому мы придумываем свой новый пароль. Это звучит довольно запутанно, но на примере все станет понятнее. Нижняя часть показывает, какие словари и методы используются для проверки паролей. Давайте сейчас подробно ее рассмотрим. Сервис OWAS Passfold в проверке надежности пароля использует Словарь, позволяющий выявлять вставку любого символа внутрь слова, использованного вами в пароле. Словарь, определяющий замену любой буквы символом в слове. Словарь слов с ошибкой. Словарь замены букв в слове или целого слова цифрами. Словарь зеркально написанных слов. Словари английского и испанского языка, клички животных, американские и индийские имена. Поиск точного повторения уже введенных символов. Поиск произвольно набранных латинских и кириллических букв. Русско-американскую и европейские раскладки клавиатуры. Анализ на поочередное нажатие клавиш в строке на клавиатуре. Анализ на поочередное диагональное нажатие клавиш на клавиатуре. Поиск множественных повторений символов и сочетаний символов. Как видим, возможности сервиса достаточно впечатляющие. В PassFold есть только два минуса. Первое – это английский интерфейс ресурса. Частично он устраняется переводчиком. И второй минус – нет русского словаря для паролей. То есть, если вы зададите в качестве пароля слово или словосочетание на русском языке, то пароль будет считаться надежным. Но на самом деле таковым являться не будет. Русские буквы, как мы уже узнали, использовать можно. Это необходимо учитывать при составлении паролей. Как по мне, больше минусов нет. В остальном сервис просто отличный. Теперь приступим к практике и испытаем приготовленные пароли. Для начала паролем напишем простое слово «администратор» на английском языке. Мы видим, что подбор такого пароля займет меньше одного дня. И сервис определил, что это на 100% обычное английское слово. Для сравнения, популярный ресурс havesecureismypassword.net утверждает, что пароль «администратор» будет взламываться в 19 лет. Что, конечно же, является откровенной глупостью. Если мы напишем «администратор» на русском, то увидим, что на подбор такого пароля уйдет 180 лет. Такие данные появились из-за того, что в сервисе нет русского словаря, о чем я уже говорил ранее. И он не понимает, что это существующее слово, а считает его набором-символом. Поэтому этот результат недостоверный. Такая же ситуация с сочетанием слов «40 тысяч обезьян», написанных слитно. А если написать по-английски «40 sounds monkeys», то сервис определит, что это три слова, написанные вместе. Теперь проверим популярные во всем мире пароли. Модификации популярного пароля QWERTY сервис Ovas Passfold сразу определяет как простые, поскольку находит в них соответствующую закономерность напечатанных подряд символов. Вот в таком, на первый взгляд, непонятном пароле сервис видит спрятанное название Альдебаран. А если проверить вот такой пароль из набора цифр, больших и маленьких латинских букв и символов, то мы увидим, что на его взлом уйдет 450 лет, что для нас более чем достаточно. Но можно еще усилить пароль и добавить кириллические буквы. Давайте заменим две английские буквы на русские, идентичные по клавиатурной раскладке. И напишем вот так. Как видим, всего две буквы увеличили срок подбора пароля более чем 200 раз. Делаем выводы. Мы узнали, какие методы используются для подбора паролей. У взломщика должны быть идентичные словари и алгоритмы подбора паролей, чтобы время взлома, указанное на сервисе, совпадало с реальным временем взлома. Если хоть одного словаря у взломщика нет, то велика вероятность, что взломщик затратит намного больше времени, чем было указано на сервисе. Надежным будет считаться тот пароль, который максимально разнообразен по написанию. Пароль должен быть бессмысленным, длинным, должен содержать большие и маленькие кириллические латинские буквы, цифры и другие символы. Зайдите на сервис PassFold и поэкспериментируйте с паролями сами. Это довольно занятный процесс. Конечно же ставьте свою оценку этому видео, подписывайтесь на канал Компландия, на группы в соцсетях и заходите на наш сайт Компландия.ру. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok